МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывоопасная ситуация на трассе Республики. На кольце поселка Кугеси перевернулся бензовоз. А России с любовью. Кто заставил биться сердце столицы Чувашии? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром в Чувашии на федеральной трассе М7 прокинулся бензовоз. По дороге разлились нефтепродукты. Возгорание удалось избежать, пострадавших нет. О том, что произошло, нам рассказал непосредственный участник ликвидации последствий Сергей Краснов. Авария произошла около 9 часов утра на 657-м километре трассы М7 «Волга» на кольце поселка Кугеси Чебоксарского района. Грузовой автомобиль вылетел в кювет. Со слов водителя, его подрезала неизвестная машина, после чего он вывернул руль и бензовоз опрокинулся на бок. По прибытию к месту вызова было установлено, что опрокинулся бензовоз марки ЗИЛ-43-37, в котором находилось порядка 6 тонн топлива и бензина. Действия наше подразделение были направлены на ликвидацию последствий данного дорожного транспортного происшествия и не дать возможности возгореться и с последующим взрывом этого горюче-сморочного материала. Были поданы стволы с воздушно-механической пеной до того, как начали производить установку транспортного средства на колеса. Впоследствии по прибытию грузового эвакуатора и установке транспортного бензовоза на колеса, производили проливку места дорожно-транспортного происшествия с применением пенообразователя. На место ДТП выехали две автоцистерны и оперативные группы пожарной части номер 41 и ЦУКС. Спасатели отмечают, что пострадавших и погибших нет. Федеральная трасса М7 не была перекрыта. О причинах аварии пока не сообщается. Одна из причин ЧП в Кугесе – несоблюдение правил дорожного движения. Вообще, поведение на дорогах как водителей, так и пешеходов – отдельная тема. Сегодня в Доме правительства на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждали вопросы профилактики аварийности. Первым и, наверное, основным вопросом заседания правительственной комиссии стало состояние аварийности на автомобильных дорогах и железнодорожных переездах в Чувашии. С начала года в республике зарегистрировано почти 600 ДТП. В них погибли 79 человек. Не во всех муниципальных образованиях отмечается положительная динамика сокращения показателей аварийности. Так, в рост количества автодорожных происшествий зарегистрирован в 8 муниципальных образованиях республики. 10 возросло число погибших ДТП людей. Основным видом ДТП в республике является столкновение транспортных средств, вторым по количеству совершенных происшествий наездные пешеходы. Еще одной больной темой собрания стала организация работы по пропаганде правил дорожного движения среди школьников в преддверии летних каникул, а также обеспечение безопасности организации перевозок групп детей автобусами. В настоящее время парк школьных автобусов составляет 329 единиц. В том числе 27 автобусов совершают разовые перевозки детей. Это на спортивные и разные массовые мероприятия. Все школьные автобусы проходят ежегодное техническое обслуживание. И водители школьных автобусов с прошлого года проходят ежегодный курс обучения по 20-ти часовой программе. Ежедневно медработниками осуществляется предрейсовый медосмотр водителей. В настоящее время в республике ведется модернизация парка школьных автобусов. Полностью обновлены устаревшие транспортные средства 2002-2005 годов выпуска. Работа в этом направлении будет продолжена. В текущем году запланировано приобретение и предусмотрено в бюджете на эти цели более 3 миллионов рублей. Пожалуй, самым острым вопросом заседания стала проблема Организации транспортного обслуживания населения деревень Ситры-Косы, Хир-Лесир и Ой-Косы Чебоксарского района. Как оказалось, вопрос уже неоднократно поднимался. Вот только до кабинета министров его довели лишь сегодня. В данной ситуации мы, наоборот, уменьшили безопасность населения. И добираться до остановок им приходится по самой трассе МСЕ. Мы считаем, что необходимо расширение дороги произвести и строительство двух автобных остановок на указанном участке. Вопрос этот придется решать в ближайшее время, но все зависит от финансирования. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика. Единый госэкзамен в Чувашии проходит в штатном режиме, хотя отдельные нарушения есть. Отчитался министр образования Республики. Этот и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании главы правительства Чувашии. Нарушения, зафиксированные в процессе итоговой аттестации 11-классников, не носят системного характера, считает Минобразование Чувашии. Традиционный лидер по количеству шпор и мобильников, протащенных на экзамен, точнее аутсайдер, Батревский район. В остальных муниципалитетах ситуация ровнее. И, несмотря на неприятные нюансы, итоги ЕГЭ радуют. В текущем году ЕГЭ по математике сдали 6806 участников. Выпускники текущего года, прошлых лет по русскому языку, сдали 6880 человек. Из предметов ЕГЭ по выбору самыми популярными стали, как и прошлые годы, это общество знания, 4546 человек, физика, история, биология. Для нас принципиально важно, чтобы предметы, естественно, математического цикла, биология, химия, в том числе, получили популярность, так как это гарантирует нашим выпускникам не только поступление в технические вузы, но и последующее трудоустройство. Для нас приятно, что результаты русских языков оказались такими же успешными, как и в прошлом году. На совещании обсудили некоторые мероприятия с деловой программой Дня Республики. В частности, 18 июня в Чебоксарах пройдет окружное совещание, посвященное Году культуры. Ожидается, что в нем примут участие делегации из Федерального министерства, руководители театров, домов и дворцов культуры, работники отрасли из приволжских регионов. Что же касается еще одного направления работы Культурного ведомства Республики, его тоже необходимо активизировать. Кабинету министров Чувашской Республики дается поручение до 1 октября текущего года утереть концепцию развития сельско-экологического туризма Чувашской Республики на 2015-2020 годы. Программа в районном у нас за неприемлементе есть. Надо будет тоже эти программы актуализировать с учетом проводимых наших юбилейных дат и столетия образования Чувашской автономии и 550-летия образования города Чебоксары. Министр спорта Сергей Мельников передал коллегам слова благодарности от участников первой в истории России спартакиады пенсионеров, которая в праздничные дни прошла в Чебоксарах. 500 человек из 56 регионов страны, а также из Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и Сербии боролись за награды в 9 видах спорта. Чуваша в общем зачете заняла третье место. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика. В эти выходные многие районы Республики провели праздники, песни и труда. Во всех муниципалитетах Акату и нынче посвящают Году культуры, и это отражается на концертной программе. Хотя собираются не только ради торжества, а для того, чтобы подвести первые итоги, в том числе и весенние страды. Насколько успешно она завершилась в Чебоксарском и Маргаушском районах, оценил глава Республики. А тему продолжит Дмитрий Ковалев. Когда на полях все посеяно и все посажено, аграрии берут небольшой отпуск, чтобы отпраздновать успешное окончание весенней страды. Труженики района поработали на славу и завершили сев зерновых культур вовремя. А сразу семь сельхозорганизаций попали в число 100 лучших по республике. Теперь муниципалитеты надеются собрать большой урожай. И даже когда над поляной, где проходят торжества, появляются тучи, это называют хорошим знаком. После засушливой весны дожди посевом просто необходимы. Урожай в целом, который сегодня на полях, зреет неплохой. Но наша задача вместе с вами – работать над уходом. Но на году и в Маргаушах свои достижения на показ выставляли не только аграрии. На целый день здесь разместились местные мастера декоративно-прикладного искусства. И все они показывали гостям, чем славится их район. Некоторые исполняли задорные песни и также артистично демонстрировали забытые обряды. Некоторые предлагали испробовать вкуснейшие блюда. А кто-то умудрился превратить свою палатку в настоящую галерею картин. Их вышивали рукодельницы из села Шатьмапосе. В свободное время они стараются собираться в местном клубе. Там кто рукодельничаем, кто вышивает, кто крючком вяжет, песенки поем. Славится Маргаушский район и своими кулибинами. Все они встретились на одной выставке в честь праздника Агадуй. Силы инженерной мысли не знает границ. Мастера собирают сами и небольшие автомобили, и даже трактора. А вот бывший механизатор одного из колхозов сконструировал универсальную машину. Она и картошку пропалывает, и сено косит, и даже дороги зимой от снега очищает. Железный конь на ходу уже почти 10 лет. Работа для него находится всегда, особенно летом. Главными героями праздника стали и легкоатлеты, которые одержали победу на чемпионате России по спортивной ходьбе. Трое из них – уроженцы этих мест. Вера Соколова признается, что когда сражалась за медали, думала о своих земляках. Вдвойне приятно принимать поздравления именно от них. Было очень много болельщиков с моего района, с Маргауш. Всем огромное спасибо. Ихняя поддержка очень помогала мне по дистанции. На году и в Чебоксарском районе тоже чествовали лучших из лучших. Награды получили сельхозтружники, учителя и работники заводов. Глава республики отметил, что именно кадры являются золотым фондом этого муниципалитета. И они должны стать основой успешного развития. Потенциал у района огромен. К примеру, агрария каждый год увеличивает площади посева. Медрик Валев и Антон Вовк. Республика. Нож в спину в прямом смысле слова получил полицейский от нетрезвого жителя Ибресенского района. Но вместо тюрьмы правонарушителю грозит психиатрическая больница. По версии следствия, 11 февраля в Ибресенском районе правоохранители задержали нетрезвого мужчину и доставили его в отдел полиции. Однако с таким решением задержанный, судя по всему, мириться не хотел. Сначала он ударил участкового по лицу, а затем достал нож и ударил в спину того же сотрудника органов внутренних дел. В результате полицейскому был причинен легкий вред здоровью. Согласно заключению, проведенной по уголовному делу судебно-психиатрической экспертизы, мужчина в момент инкриминируемого ему деяния не мог и в настоящее время не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими следствия хронического психического расстройства. Вероятнее всего, Дручуна теперь ждет принудительное лечение. В Чебоксарах забилось сердце города. Экспедиция «Россия», которая стартовала 8 июня в Астрахани, добралась до столицы Чувашии. Напомним, что организаторы акции планируют с помощью GPS-сигнала зафиксировать слово «Россия» на карте страны. Насыщенная программа пребывания в Чебоксарах началась со знакомства с красотами города и продолжилась флеш-мобом на Красной площади. Именно так горожане ждали участников экспедиции у Чувашского драмтеатра, чтобы запечатлеть сердце Чебоксара с высоты птичьего полета. Подобная акция проходит в каждом городе, где уже побывала или побывает экспедиция «Россия». Из уникальных кадров будет собрана экспозиция сердца городов русских. Один из соорганизаторов флеш-моба подарит бесплатный Wi-Fi городу, чье сердце будет признано самым красивым по результатам голосования на сайте проекта. И все же путешественники уверены, что сердце города – это не точка на карте, а его жители. В нашем городе в этом плане пришлось намного проще. Экипаж одной машины полностью состоит из Чебоксарцев – Анны Морозовой, Дмитрия Донского и Яна Ермущука – авторы идеи. Романтичная задумка родилась у него три года назад. Хотелось проехать по всей стране и увидеть как можно больше мест. Путь, нарисованный на карте, напомнил заветное слово. Но собрать экспедицию оказалось непросто. Несколько лет поездку откладывали. Сейчас уже все хорошо, но приложить столько сил пришлось, чтобы все это реализовалось. Поэтому я доволен. И я еще никогда не возвращался в Чебоксаре с таким приятным чувством, что нас ждут. Спасибо. Сегодня проект уже не напоминает обычное путешествие с фотоаппаратом. В каждом городе команду встречают первые лица, проходят пресс-конференции, встречи и мастер-классы. На отдельных участках дорог работают свои фотографы, видеооператоры и блогеры. Да и пройти весь маршрут 18 тысяч километров – задача непростая. Но все это во имя благородной миссии. Мы просто хотим показать, насколько красива наша страна, насколько она многообразна. Начиная от астраханских барханов и дюн и заканчивая сопками Владивостока. И хотим, чтобы люди видели, как это все меняется от запада к востоку. Это первая миссия. А вторая – мы хотим показать, что путешествовать по России совершенно не страшно. Нужно просто сесть в машину, загинуть в багажник рюкзак и поехать. Вчера экспедиция завершила рисование буквы «Р» в Пензе. И уже завтра команда продолжит свой путь. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика. Программа национальной телерадиокомпании «Чуваши» отметила телевизионные жюри. В Перми прошел фестиваль военно-патриотических телевизионных радиопередач «Щит России». В конкурсе могли участвовать работы на патриотическую тематику. Национальное телевидение предоставило фильм «Честь дорож жизни». О нашем земляке, погибшем на Кавказе. Режиссер этого фильма Зоя Яковлева получила специальный приз жюри. Таким был понедельный глазами журналистов национального телевидения. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин